Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Arizona RP, вся дополнительная информация в описании. Брайан Фури, Новикова, Джейсон Марц, и это не просто какие-то рандомные никнеймы каких-то рандомных людей, нет. Это ютуберы с такой уже знаете ли образовавшейся аудиторией, которые уже нашли более-менее свою аудиторию, но по каким-то причинам уже более двух месяцев не выпускающие ролики на свой канал на ютубе. И вообще почему все это происходит? Я сегодня постараюсь вам на все это дать ответ, вернее не дать ответ, а скорее порассуждать на вот все вот эти вот темы. Разумеется затрону какие-то старые видеоролики, которые у меня были уже достаточно давно, и вот из всего этого мы будем уже делать какие-то выводы. Но перед этим, что я бы вам хотел сказать? Все дело в том, что вы наверное знаете, что мы живем в капиталистическом обществе, в капиталистической системе экономики и так далее, поэтому всем нужны деньги. А особенно всем нужны деньги в GTA Sam. И вполне возможно, что вот конкретно вам нужны деньги на Arizona Roleplay на таком сервере как Phoenix. Если вы по всем этим критериям подошли, то есть вы живете в капиталистической экономике, вам нужны деньги, и вы играете на Arizona Roleplay Phoenix, либо еще не играете, но хотите поиграть и хотите, чтобы у вас на пятом уровне были деньги, то вы можете по айпишнику в описании зайти на Arizona Roleplay Phoenix и там в никнейм пригласившего вас игрока ввести никнейм Dante Conor. И после всего этого, после прокачки пятого игрового уровня, вы получите свои заветные 20, ой, блядь, какие 200 тысяч вертов при достижении вами пятого игрового уровня. Так вот, ладно, давайте уже непосредственно вернемся ко всем этим ютуберам. Ну, разумеется, GTA Samp ютуберов, которые забросили свой канал по каким-то непонятным для всех причинам, их довольно много. И чаще всего через некоторое какое-то, знаете ли, такое определенное время они возвращаются, видимо, там, я не знаю, поработав на нормальной работе, с которой там платятся налоги вот во все эти фонды и так далее, неважно. После всего этого они возвращаются в GTA Samp. В этот мой, знаете ли, списочек, который был в самом начале моего видеоролика, можно было бы включить еще Санти Ассалу, про которого уже, наверное, все забыли и даже не знают, кто это. Вот, наверное, мои подписчики или еще какие-то люди, потому что, во-первых, Санти Ассалу попадал в никому не нужный. Ну, а еще, вы знаете, он не так давно вернулся, буквально около, там, недели или двух недель назад. Ну, ладно, об этом мы как-нибудь поговорим попозже, если вообще обо всем этом поговорим. Так вот, Samp ютуберы уходят. Почему же так происходит? На самом деле, на этот вопрос еще ответил, знаете ли, Сократ в 8 веке до нашей эры. Все дело в том, что мы живем в капиталистической экономике, и, разумеется, человек будет что-то делать, тем более какую-то, знаете ли, такую грязную работу только за деньги. А снимать GTA Samp на ютубе или, там, знаете ли, его стримить, это что ни на есть, самая грязная работа из всех грязных работ, которые вы только можете найти. То есть, вы знаете, даже вот снимать танки или, знаете ли, стримить танки на ютубе, это не так зашкварно. Все-таки ты поддерживаешь отечественных разработчиков игр, варгейминг и так далее. А тут ты просто, знаете ли, играешь на, конечно же, немного отечественных серверах, но, тем не менее, вот, ну, все как-то вот так вот, все это происходит. У меня на канале достаточно давно, наверное, вот, одни из самых первых видеороликов. У меня был такой видеоролик, выходящий каждый день в 20.00. Там был ролик, мол, если бы GTA Samp ютуберам не платили, они бы не снимали. Этот ролик вышел совместно с Ангелом Касада, где Ангел Касада дал, разумеется, свои пояснения по данному поводу, и пояснения звучали примерно как-то так, что, разумеется, GTA Samp ютуб это работа. И, понимаете, любая работа, любой труд должен быть оплачиваемым, поэтому, если вы, вот, какие-то, я не знаю, люди, смотрящие мой канал, смотрят мои видеоролики с адблоком, то гореть вам в аду, чтобы вас, блядь, после 10 декабря 2019 года, чтобы вам, блядь, аккаунты отключили всем, потому что, ну, реально, смотреть в 2019 году ютуб с адблоком, но это быть реально уебаным, конченным дауном, конченным долбоёбом, конченным дебилом и так далее. Так вот, GTA Samp ютуберы уходят, потому что сейчас сервера начинают немного, знаете ли так, затягивать рукава, потому что, вы знаете, декабрь это такой месяц, в котором сливаются деньги, и сливаются деньги, они, ну, вот, куда-то, вот, куда-то они сливаются, некоторым ютуберам везёт, им достаётся всё, а некоторые ютуберы просто сосут лапу и ничего из-за всего этого не получают. Однако, какой, блядь, декабрь, если ролики на каналах вот этих вот самых людей не выходили уже более двух месяцев? Вполне возможно, что уже, там, я не знаю, около двух месяцев назад им сказали, что мы тебе понижаем, допустим, цену за ролик, если раньше ты, там, я не знаю, делал нам один ролик за 1000 рублей, то теперь у тебя один ролик будет 650 рублей. Разумеется, это большие траты по деньгам, и люди, которые всей душой, всеми фибрами своего сознания, всеми фибрами своей души ненавидят GTA Samp, они, разумеется, за вот какие-то малейшие колебания цены за ролик, они перестают снимать этот самый GTA Samp. И я их более чем понимаю, я более чем одобрю все их поступки, потому что снимать GTA Samp за бесплатно может только какой-то уебан с канала, состоящий название, там, из трёх букв, которые выпускают ролики каждый день в 20.00, не получая от этого должного фидбэка, там, я не знаю, не зарабатывая на этом каких-то очень больших денег, несмотря на то, что он, блядь, в Samp'е, и вот, ну, вы знаете, вот всего этого. Несмотря на всё это, ну, вот как-то вот так всё это как раз-таки и происходит. Поэтому в ближайшее время, возможно, ещё больше GTA Samp ютуберов уйдут с вот этих вот всех просторов, как это любят называть, всякие вот эти вот, знаете ли, малолетние дебилы, вот. Поэтому большинство, наверное, ютуберов уйдут с просторов GTA Samp ютуба, просто из-за того, что там, допустим, какие-нибудь сервера, с которыми они сотрудничали давно, либо только начали сотрудничать и особо денег, так сказать, не получали, и уже там как-то начинаются вот эти вот гаечки все затягиваться, и люди такие думают, блядь, а вот нахуй мне снимать вот это вот сам для малолетних идиотов, вот так вот унижаться, блядь, ненавидеть себя, ненавидеть вообще всех, там, я не знаю, вылизывать жопы каким-нибудь GTA Samp ютуберам, там, лишь бы лишние несколько просмотров, там, несколько сотен просмотров набрать, если можно просто нормально пойти на обычную работу и не шквариться так, причем принести, знаете ли, какую-то пользу обществу, вот они все так думают и думают и делают вот именно так, что, блядь, да пошло оно все нахуй, и идут как раз-таки на какие-то обычные работы, и поэтому, если в ближайшее время GTA Samp ютуберов начнет становиться все меньше и меньше, то вы знаете, из-за чего все это в той или иной степени происходит. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, я пока что еще с вами, я пока что еще с вами буду на, ну, где-то 600 плюс видеороликов, а дальше мы посмотрим уже, как все будет, если, конечно же, я довыпускаю всю эту тысячу видеороликов. IP Arizona Rollieplay Phoenix, а также мой никнейм, находится в описании под данным видеороликом. Всем спасибо, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова